Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно-Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о блоге канала Семья Колесниковых. А я благодарна всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, подписывается на мой телеграм-канал, ссылочка в описании, и на мой ютуб-канал. Вы знаете, у Колесниковых пока света в больнице. Непонятно, кстати говоря, по какой абсолютной причине. Нам так и не назвали. По какой же причине и в каком отделении лежит света. Леша на хозяйстве, да. И он сегодня остался дома в связи с обстоятельствами, как он изволил выразиться. Думаю, интересно, какие обстоятельства вынудили Лешу не идти сегодня на работу? И где, в принципе, Леша работает? Вы знаете, это такая какая-то тайна, покрытая мраком. Вот, ну, никто не знает, где работает Леша. Но Леша нам об этом не говорит. Точно так же, как он не говорит, где, в каком отделении лежит света. Единственное, что мы знаем, что в Ногинске. И Леша, кстати говоря, тоже работает в Ногинске. Вот это всё очень как-то вот странно. Вы знаете, ещё по какой причине? По той причине, что Колесниковых, в принципе, нам говорят о том, из влога-влог практически, что они тот канал, который показывает жизнь, как она есть. Но чем дальше, тем больше. Мы не видим той жизни, как она есть, как выражается Леша на этом канале. Почему, не знаю. Видно, по привычке Леша это продолжает говорить. Но всё больше и больше тайн семьи Колесниковых. Всё больше и больше тайн. Вы знаете, куча загадок и никаких отгадок. Леша колет дрова. Колет он дрова, но не один, а с Дариной. Дарина пришла колоть дрова. В очень таком, вы знаете, приличном комбинезоне. Я бы даже, наверное, назвала его парадно-выходным. Такой розовый. Новый комбинезон. В шапочке. Очень даже симпатичный тоже, как, я понимаю, новый. Виталина, например, ну или Настя в таких шапочках в школу не могут ходить. По той простой причине, что просто у девочек нет таких шапочек. Виталина несколько лет подряд ходит в одной и той же. Настя тоже как-то вот не по размеру шапка на ней. И вообще как-то вот все вещи на детях Колесниковых не по размеру. И какие-то, ну не новые, будем так говорить. Как будто бы с чужого плеча. А здесь всё новенькое. Всё прям вот, ну как на подбор на Дарине. И Дарина вот в этом вот парадно-выходном костюме, будем так говорить. Да, вот розовый такой комбинезон и белая шапка с таким большим помпоном. Пришла колоть дрова. Да. Это что-то с чем-то. Я думаю, ну неужели Лёша не видел, во что одевается ребёнок? Неужели он не знал, что Дарина сейчас не идёт гулять? Она идёт, ну будем так говорить, помогать ему по хозяйству. В любом случае она не будет на улице, не будет в городе. И она будет в сарае находиться. И почему она ей так позволила одеться, я не знаю. А вообще, вы знаете, возможно, он даже и сам ей дал такие хорошие вещи. Возможно, для того, чтобы написали больше комментариев. Возможно, для того, чтобы продвинуть свой канал. Я не знаю, из каких соображений Лёша так сделал, чем он руководствовался. Но факт остаётся фактом. Дарина в очень таком нарядном виде зашла в сарай, да, и помогала Лёше колоть дрова. Помогала, громко сказано. Она нажимала там на какие-то кнопочки. И Лёша с одной стороны, со своей стороны нажимала на кнопочку на дровоколе. А Дарина с другой стороны. В общем-то, с совместными усилиями, можно сказать, они и кололи эти самые дрова. Дров много у них, говорит Лёша. Вот и здесь есть, и здесь есть в сарае. Со всех сторон дрова. Даже ещё на улице есть, которые надо перенести в сарай. Дрова. Почему? Потому как они намокнут. Понятное дело. Конечно, намокнут. Но непонятно мне, почему Лёша этим не может заняться. Вот вы знаете, колоть дрова дровоколом, это достаточно легко, будем так говорить. Гораздо проще, чем колуном. Ну, или топором. Ну, обычно колуном колят, да. А почему Лёше сейчас не заняться? Как раз переноской этих дров. Ну, я так думаю, что, скорее всего, он ждёт или Максима, или Никиту. А ещё лучше, чтобы все дети пришли со школы. Ну, кто из училища. Кто со школы. И чтобы дети этим занялись, да. Я не удивлюсь, если так оно в итоге и получится. Что Лёша будет где-нибудь в доме. Или просто руководить будет детьми. А дети будут перетаскивать эти дрова в сарай. Складывать их там в полейнице. Дров много. И я надеюсь, что Колесниковы всё-таки не замёрзут. Несмотря на то, что окна Лёши до сих пор не законопатил. Не утеплил он там подвал. Что-то он собирался делать. Короче говоря, он все какие-то работы по дому собирается делать с первого дня их нахождения в доме. То есть, с первой минуты переезда. Он знал прекрасно о проблемах в доме. Но, тем не менее, он почему-то не торопится как-то утеплить этот дом. И повторюсь. Лёша дома. Вот в этот день, когда он снимает этот влог с Дариной. Что мешает Лёше сейчас? Сесть в автомобиль и поехать в больницу к Свете. Вот просто мне непонятно. Он спрашивает, Свету, а куда окна выходят у тебя из палаты? А чем вас кормят? Ну и так далее. То есть, в принципе, любящий муж, я думаю, всё-таки поинтересовался бы, где она у него находится. В каких она условиях находится. И если вдруг плохая кормёжка или мало ли что надо привезти, какие-то вещи довезти. Я думаю, он бы привёз бы это. И заодно посмотрел бы какой там вид из окна. Кстати, о виде из окна. Света до сих пор не знает какой там вид из окна. Это наводит на определённые мысли. Или Свете совсем плохо было. Света лежит, не может встать и не может подойти к окошку, посмотреть, куда окна выходят. Но это не так, потому как ходила она в столовую и ела там. Но так как она медленно есть, ей разрешили взять в палату еду. Это там дозволяется, позволяется. А вот к окну она подойти не может. Как-то всё это очень и очень странненько. Почему Лёша не задаётся этим вопросом? Почему он не поехал туда? Не посмотрел, повторюсь ещё раз, в каких условиях у него жена находится? Может быть, надо у врачей выяснить кое-какие вопросы? Возможно, не дай бог такая ситуация, что врач не хочет говорить пациенту, а скажет родственнику. Ну, к примеру, ну не знаю, мало ли что может быть. Единственное, что Лёша нам сказал, он знает, что Света в больнице в Ногинске. Всё. Уникально. И казалось бы, да, вот если бы он работал, он бы не мог себе этого позволить. Так нет, он сегодня, ну, по крайней мере, в тот день, когда он снимал этот блог, он целый день был дома. Не понимаю, почему он не взял Дарину, не посадил её в машину, и они вместе не поехали к Свете. Ну, а что Дарина? Дарине скучно. Дарине скучно. Она взяла камеру. Лёша её обучает управляться этой камерой, да. И пошла она по двору. Вот здесь, посмотрите, тротуар. Ну, в смысле, плитка. Вот здесь, посмотрите, травка. Вот здесь, ой, снежок пошёл. Ой, тут снежинки такие. Ой, снежный снежок. Короче говоря, вот, ну, нечего показывать. Откровенно нечего показывать. В этом камеру он сапрел. Говорит, ой, вот это я. Ну, да, посмотрели мы на Дарину. Подошла она к будке графа. Говорит, тут раньше был граф, сейчас его тут нет. Но граф у своих соседей. Думаю, это как? У чьих соседей граф? Непонятно немного. Может быть, хотела Дарина сказать, что у их соседей граф? Возможно, и так. Но Дарина сказала, у своих соседей граф. Вышла она за калитку и показывает нам эту улицу в одну сторону, в другую сторону. Я смотрю, так вроде как Дарина якобы в луже, что ли, находится. Прямо вот лужа посередине. Ну, и справа, и слева на одинаковом расстоянии, там, дорога и дома. Думаю, не может быть, чтобы была в луже. Нет, может, она опускает камеру вниз. Мы видим, что Дарина в луже, а если промокнет, у неё обувь. Ну, вот неужели Лёша не мог ей сказать, обходи лужи или вообще не выпускал бы её на улицу? Ну, для чего? Мы ничего нового там не увидели. Не было никакой причины выходить за калитку. Но, тем не менее, Дарина почему-то вышла. Не побоялся Лёша, что там машина какая может проехать. Хотя, в принципе, у них там машина не ездит. Да, у них садовое товарищество. Дачный вот этот вот коттеджный посёлок дачный. Поэтому сейчас машина не ездит, так как в ней есть сезон. Вот. И до ближайшей остановки, кстати говоря, полтора километра. И вот это вот расстояние дети проходят ежедневно в учебные дни, с понедельника в пятницу. На остановку они идут полтора километра. Потом садятся на общественный транспорт, на какой-то автобус и едут ещё в школу. Какое-то расстояние. Потом от остановки, я так понимаю, ещё что-то надо им пройти какое-то расстояние, чтобы добраться до этой школы, в конце концов. И потом таким же Макаром обратно. Причём ещё ожидают где-то в полуподвальном помещении, в каком-то магазинчике своё время. Потому как автобус редко ездит, и надо ждать его достаточно долгий час. Не знаю, полтора часа, сколько они там его ждут. В общем, как-то не совсем удобно, я бы так сказала, детям ходить в школу. Но посмотрим, мне кажется, что всё-таки правы мои комментаторы, мои зрители, мои подписчики, когда говорят о том, что вот когда Дарина пойдёт в школу, Лёша будет её возить в школу, чтобы Дарине не было таких вот проблем. Посмотрим. Наконец-то пришли дети со школы, и варят они макароны. Настя и Анжелика прям вот чуть ли не подрались у плиты, стоя, за право эти макароны в кипящую воду закинуть. А Лёша что? Лёша сидит как царь и бог, он сидит на своём коронном месте, да. Он даже не подумал о том, что он сейчас за старшего, ну, правильно, он тоже за старшего, он старший, он родитель, он ответственен за детей своих, ну, согласитесь. И он должен думать о том, как накормить своих детей. Дети пришли со школы, а дома шаром покати. И вот теперь дети вынуждены варить макароны, чтобы хоть что-то поесть, ну и заодно покормить папу. Ох, сидит Лёша и говорит, а вы там воду когда солите? Когда вы уже макарон туда закинули или после того как? Или до того как? Когда вы это всё солите? В общем, девчонки, сначала макароны туда закинули в ту воду, а потом воду посолили, ну, бывает. Но сам факт, вы понимаете, как-то вот у Лёши даже мысли не возникло о том, что, может быть, ему это стоит сделать, как папе, как родителю. Не знаю, не знаю. Вообще-то обязанность родителей кормить своих детей. Но Лёша, видимо, об этом не знает. Говорит о том, что у них сегодня на обед рыба, селёдка, макароны и салатики. Салатики, я так понимаю, ещё те, которые Света делала, или Лёша принёс новую порцию салатиков, да, которые, я так понимаю, надо съесть прям вот, ещё и не вчера надо было бы. Надо все съесть, чтобы они уже окончательно не испортились. Рыба и селёдка. Но я так только селёдку там увидела. Рыбку, я думала, жареную увидеть, но не нашла её на столе. Значит, Лёша, я ему иду селёдку. И говорит о том, что вот будут они продолжать снимать влоги, да, продолжать всё так же, несмотря на то, что Света в больнице. Будут нам показывать, что у них происходит. Но я на это надеюсь, да. Хотя, в принципе, один день они пропустили, да. Хотя, обещаются, видите как. Спросил Лёша, чем кормили в школе. Он не спросил детей, как у них прошёл школьный день. Что они узнали нового. С кем, может быть, познакомились. С кем подружились. Ну, вот какие-то такие вот, да, проблемы, какие-то вопросы школьного характера. Нет. Что вы ели в школе? Вот этот вопрос колестников всегда своим детям задают. Вне зависимости от их успеваемости. Главное, чтобы в школе покормили. Вот. И оказалось, что в школе им тоже давали макароны. Но макароны были сыром у Никиты. Недоволен Никита, говорит, макароны были холодные, а сыр был сухим. Помнится мне, Света очень возмущалась. Как так макароны с сыром дали? Без какой подливки? Без салатика? Просто так сухие макароны с сыром? И, кстати говоря, у неё на тот момент даже макарон не было в доме. У неё вообще что было невообразимое. И тоже у неё не было даже намёка ни на салатик какой-нибудь, ни на подливу какую-нибудь, ни на что-то подобное. Но надо было возмутиться. Как так? В школе непонятно, чем кормят. Мало того, что кормят бесплатно, потому как льготники, так ещё и возмущаются. Странные вообще родители. Ну, а ещё завтрак у детей в школе тоже, кстати говоря, бесплатный, так как многодетные. И вот на завтрак была каша с какао. И давали ещё печенье и яблоко. Так что, в принципе, дети Колесниковых в основной своей массе ходят в школу для того, чтобы поесть. И поесть более-менее разнообразно и питательно, будем так говорить. Потому как дома у них в основном макароны. Макароны, картошка, когда-никогда. В основном, конечно, да. Вот макароны, а в отсутствие Света, я так думаю, что только макароны будут у Колесниковых в меню. Но опять же, посмотрим, как долго Света будет в больнице. И, возможно, Лёша что-то принесёт, откуда она приносит. Да, какие-нибудь продукты или уже готовые блюда, которые вот надо съесть прямо сейчас. Ну, вроде тех салатиков, что у них на столе были. И как Анжелика сможет проявить себя хозяюшкой в полной мере. Ведь именно Анжелику нам пытаются выставить в таком свете, что вот она умница, она хозяюшка, она молодец. Она и на кухне, она и по дому управляется. В общем, молодец. Правая рука мамы. Посмотрим, как Анжелика себя сможет проявить в отсутствии Света. Будет ли на самом деле она такой вот хозяюшкой, хозяюшкой. Ну, время, конечно, покажет. А пока мы будем наблюдать дальше, продолжать за этой семьёй и встретимся, конечно же, в комментариях. Всем пока-пока.